Шесть с половой тысяч прац уладкованных, ямаль две с половой тысячи накерованных на оплачиваемые громадские работы. Сегодня у Гомельске Мхарвы Канкаме подвели выники реализации мероприемства по саденичанию занятости насельництва. А в том, что сделано и что пирожка джаи реализации планов. Материал Олега Синцерова. Региональный комплекс мероприемств по реализации державной программы саденичания занятости – документы, различные на период до 2020 года. При его распространстве увеличивались интересы у всех затекавленных боков – от органов державного кирования и наимальников до профсоюзов и объединения инвалидов. Тут все заразумело – сколько новых працовных местов необходимо створить, сколько накеровать на оплачиваемые громадские работы. Будет первовыполнен план по созданию рабочих мест. Это не может не радовать. Более того, он выполнялся поквартально, то есть стабильно создавались рабочие места. Можно сегодня озвучить смело, что создано 44 рабочих места заработной платы до 5000 рублей. 62 места заработной платы до 3000 рублей. Более 100 мест созданы заработной платы от 1000 до 1500. Это не может не радовать. Как результат, в городе ежемесячно, ежеквартально постепенно снижался уровень безработных. Например, если на 1 января 2018 года мы имели 0,5%, то сегодня имеем 0,3%. Зарплату до 5000 рублей беспроцовную можно отримать у сферы IT-технологий. На промысловых предприятиях можно заработать около 1000 рублей. И сейчас права, что квалификация некоторых непроцующих настолько низкая, что максимум, на что и не могут претендовать дворники и грузчик, как максимум выйти отримания дукации по запотребованных специальностях. В декабре подготовлены под гарантию трудоустройства операторы станков с программным управлением для частной компании «Гидросилы Белар». У нас учились водители троллейбуса. Группа закончила в этом году. Именно под гарантию трудоустройства тоже электротранспорт у нас заказывал. В этом году мы сотрудничали с мясокомбинатом. У нас были учащиеся, наши закончили по такой профессии, как обвальщик мяса. Все эти люди практически трудоустроены. И, как я уже сказала, если даже вопросы какие-то возникали, мы старались их решить. Разом с тем, на посаджении Гомельского горбоконгама констатуется, некоторые городские предприемства по разных причинах выполнять потребования законодавства у парта не ожидают. Неде звоняючь больше, чем премаючь на працу. Неде уволючь информацию об иснуючих вакансиях. Во управлении по праце занятости и социальной обороне об этом ведают, а тому проводить постоянный мониторинг ситуации на вытворчастях. У этом месяце специалисты городского управления по праце занятости и социальной обороне сострелятся с представниками всех городских предприемств. Мы это удоклонить реальную колькость иснуючих вакансий, это дозволить працу отходить людей от поведенности за их квалификацией и жаданием. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, Телерадо, компания «Гомель».